Всем привет! Классная погода! Я в футболке вышла, конечно. Чтобы больше времени проводить на улице, нужно будет надеть какую-то кофточку. Но, знаете, сколько у нас градусов? Плюс 16! Плюс 16 феврале! Как круто! Вчера в Краснодаре было плюс 19. Чтобы вы понимали, люди начали ходить в шортах. Пока мама занимается домашними делами, я там тоже кое-какими своими занимаюсь. Скоро пойдем в огород. Есть чем заняться, потому что, как вы помните, вчера мы купили очень много картошки. Ее нужно будет перебрать, отобрать, точнее, отобрать на посадку. Но обо всем по порядку. Все сегодня покажу в этом видео. А вы напишите в комментариях, какая у вас погода в вашем городе. Ну и откуда вы, конечно же. Потому что на моем канале появилось очень много новых зрителей. И я абсолютно не знала, откуда вы. Так что под этим видео в комментариях обязательно пишите, с каких вы городов. Наши плюс 16. Плюс 16, повторюсь. Даже сама не верю. Хотим посмотреть, взошла ли наша редиска, посаженная под пленку. Были у нас здесь дожди, и вода даже здесь скопилась. Кто не понял, это мы сделали для того, чтобы здесь собака наша новая не бегала. Потому что иначе она бы нам здесь вообще все бы разнесла. Потому что она по грядкам бегает. Хотя бы вот здесь, да, посмотрим? Или надо все убирать? Да нет, все-то не будем убирать. Вот только эту часть? Да, я только обычно немножко с края уберу. Нет, еще рано. Нет, а вот это не она. Нет, это трава просто. Нет, еще рано. Там трава бы тут. А я уже обрадовалась. Нет, еще рановато. Эх. Была надежда. Ну ладно, ждем. Все, ждем. Дали мне задание. Сходить в подвал за ящиками. Будем сейчас сортировать картошку. Так. Будем брать вот эти вот ящики. Так, и четыре. Ну, наверное, эти, я думаю. Мама даже не сказала, какие именно ящики. Или поди, надо было большие. Ладно. И что еще принесу? Я бы вот отобрала на посадку, такую хорошую картошечку, зелененькую отобрала, ровненькую. Не надо такую всякую корявую, вот эту тоже не надо. Чем лучше, тем, как бы, как бы, такую можно оставить на посадку. Сильно мелкую тоже не хочу. Как бы не надо ее оставлять. Видишь, такая сильная тоже не очень. Ну, будем вместе с ней сортировать, ничего страшного. Зелененькая. Ее лучше на посадку оставим. Ну, вот, вроде бы, на мешке, да, смотришь, есть и хорошее, а есть слишком мелкое. Посмотрим, как у нас тут получится. Ну, я даже не знаю. Так сложно, честно говоря. Ну, сложно. Я никогда тут не занималась. Ну, так ничего страшного. Я тоже никогда этим раньше не занималась. Да, папа этим занимался у нас. Он всегда картошкой. Такую тоже с пимпочками. Такую на еду только. На еду. Хочется, чтобы она была красивая, ровная. Не надо тут ходить, нам помогать. Не надо. Мы сами справимся. Не надо. Все, отходим. Девушки, гражданки. Вот так будет даже лучше. Смотри, зеленую сразу отбираешь. Ее на семена. Крупную сразу тоже убираем на еду. Вот уже будет даже проще так. Вот надо им тут же с нами играться, рядышком. Пусть играют. Да, конечно, пусть. Видишь, резаные. Зачем мешок-то... Ты зачем картошку-то ешь? Голодная, мы тебя кормили. Не ври. Прям здесь надо. По мешкам бегать. Что за беспредел творится в этом доме? Две шабаки. Сейчас нам очень весело. Что это вообще такое? А, резинку мою украла. Вообще ничего нельзя оставить. Я даже не заметила. Сейчас бы еще резинку не унесла. Тапки уносит. Одежду уносит. Тряпки уносит. Резинку сворвала. Девочки, не надо картошку портить. Не надо. Мы должны ее сварить. Потом ты же будешь суп есть. Ты же будешь суп-то есть. Что, картошку-то куда? Выброси. Вам придется выбрасывать, если она испортится. Ты же не будешь... Ну вот смотри, у нас какие помощники. Разве что-то можно сейчас с ними делать? Только закрывать их вон туда, привязывать. Плохая попалась. Ну все, в принципе, что? Семена принесем. Пусть она будет у нас прорастать. Самая хорошая такая картошечка. Вот такая и все. Важная попалась. Ничего страшного. Мы на семена. Папа скажет. Еще принесем, да? После посадки лука, севка, у нас осталось пару грядок. И хотим посмотреть, можно ли сажать картошку или еще рановато. То, что дождь был. Да, земля нормальная. Смотри-ка, земля нормальная. Можно будет. Сегодня даже посадить. Можно. Картошка у нас уже проросла. Есть как раз. А, та, которая в подвале? Ну, которая у нас в подвале. А ее будем сажать первую? Да. Да. Еще у нас есть картошка, которая у нас там на семена осталась. Дома лежит. Ну, сейчас принесут здесь весь материал. Ты уже заморосил? Ну, ничего, не растаем. Будем... Я считаю, что можно сегодня... Можно, земля нормальная. Здесь это проборонить и все. Выровнять. Вот такая вот... Я даже в шоке. Пророщенная картошка. Что с ней вообще произошло? Почему она такая длинная? Мы ее не оставляли. Мы просто ее хранили в подвале. И она так вот проросла. Потому что тепло там ей. Это вообще что? Ну... Я знаю, что роски не сломались. Ее посадим. Она давно уже просится в землю. Я пойду еще положу сюда. Потому что не хватило наряд. Знаете, я что-то прямо после обеда прилегла и уснула. Мама тут все выкопала, все подготовила. Пока Ксюша спала. А вообще, пока мы кушали, прошел даже дождь мелкий. Мама говорит сначала, нет, все, не пойдем уже ничего сажать. Никакую картошку в огороде, потому что будет очень сыро. И не зайти. Он так прошел, просто какая-то мелочь, а не дождь. Проморосил, в общем. Поэтому мы все равно вышли. Столько? Да. Так? Да. Вот так, да. Такие интересные шарики. Там уже гранулы всякие, уже все, как бы комплексные удобрения. Аккуратненько. Здесь вот, чтобы на навоз не надо ложить, и на это тоже так же с краю ложу. Ну, видишь, как вот доставать сейчас вообще, ну... Ну, она лежала у нас в подвале. Вот так тепло, видишь, она как прорастает. Обломать ее нельзя. Сейчас даже не знаю, чтобы достать ее оттуда, видишь, как надо аккуратненько, чтобы не сломать ничего. Ну, может, без перчаток вот так вот. Я вот такие хотела, но уже тихонечко как-то и так ложить. Конечно, наблю по две бы положить, потому что она мелкая. Но это вот своя мне в том году дали, и я ее мелкую оставила. Но ее что-то не съели, а крупную съели. Ну, мне тоже такую же давали мелкую. Точно такую же. А ведь дочь была, Ксюша, еще раз. А, да? Она все вытащила, пошла с тележкой, дочь как леванул. А потом думаю, ну ничего, убрала все. А потом, видишь, успокоилась, и тепло, и как бы, знаешь, сама земля такая теплая. Но они такие были хорошие, прям толстые. А видишь, что тянется, время-то идет уже. Тепло. Поэтому мы только раз пытались картошку оставлять, она прорастает, и мы поэтому... Ну, не стали оставлять. Буду сейчас, наверное, так вот наравне, так вот, приблизительно. Видишь, земля-то хорошо, что ты поприваешь ее, покультивировала. Ой, какой он. Он такой жиденький. Ну, так понемножку буду ложить все равно. Вот так сквожу. Просто столько у нас нет навоза, что отложить его прям перед спашкой. Мы стараемся в лунку ложить. Конечно, это намного дольше, но зато лучше будет так. Я всегда стараюсь подкармливать хотя бы таким образом. Все остальное тоже у нас нет, только ложить много. Так, я с того края начну фертику раскладывать. Сбоку, где-то сыпь, чтобы она вроде бы и картошечка была, а между ними там где-то сыпь. Сбоку. Посмотри. Картошка. Ну, так серединки сыпь, и все. Вот и все, да. Нормально, нормально, ничего. На серединке как раз, чтобы им все питательные свойства, это даже вообще хорошо. Посчитали, что у нас на обоих двух рядах получилось 65 лунок с картофелем. И сейчас мама их уже закрывает. В какой-то лунке по две картофелины, в какой-то по три маленьких, где три, в основном две. В зависимости от размера. Мама сказала, что эту картошку мы будем пробовать с удобрением фертика, а ту, которую мы купили вчера, ее мы будем пробовать с другим удобрением сажать. Ну да, надо пробовать, что лучше будет. Вот, мам, такой вопрос задают. Почему вы не делаете грядки? Ну, не знаю, здесь как-то не принято. Какие грядки-то тут? С такими гектарами какие грядки-то? Ну, на севере тоже многие имеют большие очень огороды. Ну, не знаю. Это, наверное, мам, не с количеством земли, наверное, связано. Мы делаем, как делают местные, так и мы делаем. Просто вот такой вот был вопрос неоднократно в комментариях. И я стараюсь в своих видео озвучивать какие-то вопросы, и чтобы мы могли отвечать на них. Не принято, я смотрю. Видимо, то, что, может быть, я не знаю, не интересовалось, как делают местные, так и мы делаем. Ну, в Тюмрюкском районе принято так. А так на Урале как было у нас? Грядки делали. Такие, знаешь, это, с бортики так придет. И садились даже еще сбоку, там, свеколку садили, там, редьку садили. Ну, да. Ну, здесь по-другому все. Огородничество на юге, ну, в нашем районе вот такое вот. Все, что вы видите, как мы делаем, так делают местные жители. Ну, да. Мама перенимает опыт у них. Потому что общаются, да, и они делятся своими секретами огородничества в Краснодарском крае, в Тюмрюкском районе. А еще я хотела вам показать, что наш миндаль уже тоже зацвел полноценными большими цветами. Вот, посмотрите, причем уже много очень цветов. Красота. И листики появляются уже. Очень много почек. Все почки уже практически в полуоткрытом состоянии. То есть вот, из дня на день дерево уже зацветет. И знаете, как мы этому рады. Я же вам говорила на каком-то из предыдущих видео, что вот мы ждем с дня на день, когда у нас уже наш миндаль зацветет. Еще был такой вопрос, почему вы не сажаете второй урожай картошки, например. Потому что здесь это принято, а два, даже три кто-то написал урожая. Ну, как-то уже устаешь, наверное, за столько времени работы в огороде, и уже просто сил не хватает для того, чтобы уже еще дальше заниматься. Ну да. А тебе тоже ведь нужно много сил на это потратить. Чтобы справиться вот с толикими сотками, вы бы знали, сколько это времени уходит. 20 соток, чтобы понимали. И каждый день надо за чем-то ухаживать. Я как просто вспомню, весна это постоянный полив какой-то. Постоянно вот это вот, ты говоришь, что завтра чеснок надо будет, да, уже? Так сейчас вот чеснок нужно будет, каждый день его нужно будет взрыхлять. А такую плантацию, ты знаешь, сколько надо мне будет на это потратить? Ну, в общем, и так очень много сил уходит на огород, на такой большой. Если бы было там, не знаю, соток пять, ну, может быть, и было бы два-три урожая. Я бы, наверное, да, а тут просто как бы, ну, не хватает на это времени, уже просто устаешь. Уже по душе начинается уборка винограда. На это нужно время потратить. Поэтому уже устаешь просто. Не наш вариант, в общем. Как-то да, уже начиная с февраля месяца ты занимаешься, думаешь, ой, уже все, хватит. Еще вам не показалось, что мама высадила первоцветы в этом месте. И хочу еще показать вам цикламенчики. Наши любимые цикламенчики. В общем, они сейчас здесь будут сидеть вместе с грядкой, где все первоцветы. Здесь тюльпаны, по-моему, нарциссы. Вот. И подснежники. Ну, в общем, очень здорово, что вот сейчас здесь они будут у нас сидеть. Прямо перед окнами выглядываешь в окно и видишь цветочки. Мам, дождь же начался-то. В общем, дождь пошел. Как-то сегодня то солнечно, то дождь. Переменчивая очень погода. Главное, что нет ветра. И он позволяет, конечно, работать. Если был бы ветер, то, как вы знаете, уже мы мучаемся, когда ветер тяжелый. Потому что очень холодно. Сегодня будем сеять семена цветов на рассаду. Ну что, питунью обычно всегда покупаю. Вот в том году покупала дорогие семена. И они не взошли. Потом купила дешевые. Оказались нормальные. Даже там семечки еще остались. Я их в этом году буду сеять. Так, алисиум, который я в том году посадила. Мне очень понравилось. Потому что они долго очень нас радуют. Даже в январе. Мне нравится еще лабелия. Она очень красиво так цветет. Видите, там даже в упаковочке три разных цвета. Очень красиво. И хочу посадить еще целлозию. Она уже как бы семена. Это мои свои семена. Я их сама собираю. И всегда уже потом. Можно, конечно, сразу на улицу посеять. Но это будет дольше. И они пока зайдут. Быстрее, конечно, самим на рассаду. Мы уже подготовили землю из этого. Из пакета, который была куплена. Ящичек поселили. Собственно, пленку, грубо говоря. Пакет, чтобы не протекала вода. Ну и сейчас буду... У меня задача набрать в эти стаканчики землю. Еще подписать надо их. Потому что... Чтобы не перепутать цвета. Да, да, да. Понемножку всех рядов так сделаем немножко. В этот ящик у нас влазит 24 стаканчика. И мы решили сделать по 6 стаканчиков. на каждый из видов цветков, которые хотим посадить. Первое я сделала для петунии. Потом это у нас... Сейчас скажу, это у нас алисина. Вот. И продолжаю делать. Вот так вот. Как-то так. А сейчас будем мы промачивать почву. А почему именно вот таким распрыскивателем, а не просто вот полить? Можно же было просто допустим полить, а не вот этим распрыскивателем. Было бы быстрее. Мы же семена тут раз, помнишь, делали? Не проливаются. А, потому что проливаются. И потом поливают. Мне так удобнее. Много же не надо бы поливать. Здесь семена очень мелкие у петунии. Кто садил, тот знает. Очень мелкие такие. Ой, надо тарелочку вот, наверное, нести. Смотри, какие маленькие семена. Покажешь? Ну, посмотри. Чего? Да, вот такие мелкие семена. Вот это маленькое зернышко, семечко. Даже пыль, можно сказать. Пыль, то есть. Как пыль. Сейчас тарелочку принесет, потому что мы не сможем так вот, представь. Вот такие маленькие семечки вообще. Знаешь, я скажу, что это похоже на вошек. Решили ли они на тарелку, а на листочек. Что это? Что из таких семян что-то вырастает большое? Да, да. Как это вообще возможно? Ну, вот многие делают еще как? На снег. Снег. В стаканчике, а потом видно. Куда ты положил? Потому что очень тяжело. Ну, показывай. Ну, я вот так вот. Это просто даже, говорю, такие семечки. Ой, все. Так как обнаружить, что оно упало, я тоже не знаю. Ну, вот так и садят. Сеют. Ой. Видишь, как тяжело их. Их надо каким-то... Почему нельзя несколько сразу? Ну, можно и несколько сразу. Сколько упало, столько упало. Да, можно, конечно. Я обычно делала как? В маленьком ящичке. А сейчас хочу сразу посадить так, посеять. Ой, видишь, какие маленькие? Пыль. Вот настоящая пыль. Но в том году покупала я дорогие. И там их было мало. И сразу они были крупненькие такие. Ой, вообще, вижу их тяжело. Давай еще сюда. Вот такое занятие. Ну, раз тебе этим нравится заниматься, так... Ну, это же красиво будет. Ну, вот мы сейчас за кадром тут с мамой поспорили. Я говорю, зачем сажать однолетние цветы? Это же столько мороки. Каждый год нужно новые высаживать. Можно посадить многолетние и пусть цветут. Твой, мама, какой аргумент был? Нет, мне нравится. Во-первых, они же радовать будут очень много месяцев. Они же ведь не только так. Ты посадил, отцвели и все. Я их подстригла, и они опять будут цвести. До поздней осени. Вот, я думаю, что... Это такая морока, каждый год одно и то же, не знаю. Ладно, овощи, ты за ними ухаживаешь, ты потом их ешь. А это красота. Ну, красота бывает многолетние, а тут однолетние. Напишите в комментариях, с кем вы согласны. С позиции мамы, и вы выращиваете однолетние цветы каждый год, или согласны с моей позицией, что лучше посадить многолетние цветы. Ксюш, посмотри, какие семена. Что это вообще за пыль какая-то? Ты уверена, что это семена, а не пыль какая-то чайная? Ой, попали. Вот такая вот красота потом. Ну, слушай, я даже не знаю, как такие семена за сеять. Что это вообще за пыль? Это еще такие же? Ну, это да, они были в пакетике, их было три пакетика. Вот такая пыль. Но она красивая пыль. Вот такие потом будут красивые цветы. Их потом в горшочки подвешиваешь, когда они растут. Красиво очень. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»